Пандемия коронавируса вынуждает уделять особое внимание пожилым людям. Анатолий Локос сегодня лично убедился, как ветераны проходят реабилитацию и оздоровление в городском центре Абские Зори. Весь персонал переведен на особый режим работы. Если от развлекательной программы пришлось отказаться, то все медицинские процедуры отдыхающие получат. С подробностями Вероника Иванова. Заезд в оздоровительный центр для ветеранов Абские Зори теперь групповой, рассказывают мэру. Отдыхающих доставляют автобусами и сразу отворот на медосмотр. Измеряют не только давление, теперь важнее температура. И в этом заезде одного человека с признаками ОРВИИ уже отправили домой. Но возможность отдохнуть для него не потеряна. Если вдруг случается, что по состоянию здоровья человек выбывает из заезда, он имеет полное право посетить наше учреждение еще один раз в удобное для него время. Данный вопрос урегулируется по направлению комплексного центра, поэтому с комплексным центром мы вопрос и решаем. Поэтому мы рады видеть и другие заезды. У нас до конца года без перерыва приезжают люди здесь на оздоровление. Кроме оздоровительных процедур, осмотр отдыхающих ветеранов проводят дважды в день. Опять же, с проверкой температуры. Персоналу требования сейчас тоже высокие. Проводится контроль. Контроль температуры, состояния. Только после этого главврач допускает людей к работе. В конце рабочего дня проводится точно такая же проверка. То есть по состоянию людей проводится их обработка, и они отправляются по домам. С утра начинается все в том же режиме. В чистоте особое внимание. Впрочем, как и всегда. Дважды в день уборка всех помещений. Бахилам предпочитают более частое мытье полов. Предусмотрена регулярная дезинфекция поверхностей, с которыми чаще всего контактируют люди. Это поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом корпусе есть диссредства. В свободном доступе можно обработать руки. Мы стараемся не паниковать. Это не надо нам. Спокойненько лечение приняли, погуляли, в столовой сходили, покушали, отдыхаем. Все нормально. Кормят хорошо. У нас бабушек и дедушек. Питание отличное. Отличное питание. Обслуживание. Внимательные медсестры. Сама хоть медсестрой проработают. Температуру утром и вечером. Давление. Что еще надо? Все необходимое для процедуры лечения в наличии. Правда, отдых в камерной обстановке. За территорию центра выходить нельзя. К здоровью пожилых людей в городе сейчас особое внимание. Мы не проводим сейчас никаких встреч, больших мероприятий. Мы ограничены здесь введенными определенными требованиями. Но для меня очень важно, во-первых, простые вещи соблюдаются. Есть ли маски, есть ли противоэпидемические обеззараживающие средства. Как в целом процесс организован. И какое настроение у наших ветеранов. В остальном работают в штатном режиме. Однако на место выбывших других отдыхающих из очереди сейчас стараются не приглашать. Эпидемиологическая обстановка сложная. Город находится в состоянии полной готовности. Вероника Иванова, Алексей Фазлеев, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.